Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про то, что девушка 26 лет замужем, и у нее есть ребенок, до сих пор любит бывшего парня, хотя прошло уже 15 лет. Когда ей было 14, они познакомились, полгода встречались, очень сильно его любила. Да, она, он ее оставил, ее чувства не взаимны, не взаимны, вот. И, соответственно, автор вопроса пишет, что была очень счастлива с ним, вот, он с вами сиял, а когда расстались, все потеряло смысл и стало серым. И она до сих пор вспоминает его, как будто какой-то выход своих эмоций, не может на нем не думать, вот. Вот. Значит, ну вот она пишет, что бывает, когда я чувствую себя, как будто мне тесно на душе, тогда я принимаю мысль и проворачиваю в голове, как будто выход какой-то мне не нравится. Это я считаю, что ненормально. Ну, не совсем понятно в данном случае, о чем идет речь, вот, какая именно мысль, как это ее проворачивать, вот. Ну, ладно. Значит, точно знаю, что он меня не любит, но все равно такая фигня, как будто головы знаю, но еще и не принимаю. Мне стыдно перед самой собой. Этот человек меня не любит, и я ему не нужна. Спасибо заранее за ответ. Ну, понимаете, здесь момент в том, что, чтобы получить ответ, нужно задать вопрос, а вопрос вы не задаете. Поэтому, как бы, ответ не является ответом, если он не, ну, как бы, не является обратной связью на вопрос. Поскольку вопроса нет, то и ответ вам тоже даст нельзя. Безусловно, какая-то моя обратная связь будет формально щипяться ответом, вот. Но, мне кажется, самая главная ошибка здесь заключается в том, что вы думаете, что кто-то может вам дать ответ про то, что происходит с вами. Вот это вот, мне кажется, самая такая вот главная ошибка, потому что никто, кроме вас, ответ вам не дастся. А в данном конкретном случае психолог может только помочь вам этот ответ увидеть, найти его внутри себя. И делается это через психотерапию. Вот, значит, что касается самой ситуации, которую вы описали, вот, то здесь, аноним, я бы вам сказал, наверное, бы следующее. Вот, я бы сказал вам, наверное, следующее. Я бы сказал, что, ну, как бы, вот, в первую очередь, назовем несколько аспектов, вот, в первую очередь, назовем несколько аспектов, которые являются в данном конкретном случае ключевыми для понимания вашей проблематики. Вот, смотрите, какие-то аспекты. Аспект первый заключается в том, что вы любите не самого человека, а вы любите его, вы любите свое состояние с ним. То есть вам нравится не сам человек, и чувства вы испытываете не к самому человеку, а к своему состоянию с ним. То есть вам нравится то, как вы себя сами с ним чувствуете. Собственно, вы об этом и говорите, что, значит, когда вы были вместе, вот, что я была с ним, я была очень счастлива, мир казался равным. Вот, да, то есть вот это как раз говорит о том, вот это как раз говорит о том, что здесь речь идет именно про... ваше состояние с человеком, а не про то, что вы чувствовали к нему. И, соответственно, в данный момент, ну, как бы, вот, основная причина, по которой вы не можете, грубо говоря, его забыть, его забыть, да, это причина в том, что вы в этом состоянии, вот, ну, в состоянии, когда вам нужно, чтобы, грубо говоря, мир был равным, вы, ваша потребность в этом, она осталась. Впрочем, как и у любого человека, любой человек хочет, чтобы его мир был равен. Только это вот не получается, в данном случае не всегда. То есть вы болезненно достаточно реагируете на фрустрацию, непереносимость фрустрации. Второй момент заключается в том, что вы обесцениваете себя, то есть, смотрите, вы говорите, он сиял. Что это значит? Как бы, вот, то, что вы говорите, что он сиял. Да? Это означает, вот, то, что вы говорите, ну, вот, что он сиял. Что вы его идеализировали. Вы идеализировали человека, ну, в общем-то, довольно сильно. Вы, вот, идеализируете человека. Довольно сильно. Почему вы его идеализируете? Потому что вы деидеализируете себя. Вы обесцениваете себя, ну, вот, так скажем, по каким-то причинам, вот. Вы себя, ну, вы себя деидеализируете, вы себя обесцениваете. Вот. И задача наша заключается, как мне кажется, в том, чтобы понять, а как вообще, ну, получилось так, что вы себя вот деидеализировали, деидеализировали себя очень-очень сильно. Вот. Настолько, что вот, собственно, стало возможным идеализировать другого. Понимаете, да? Вот это и является, на мой взгляд, как раз таки той проблемой, которая, в общем и целом, у вас есть. То есть эта проблема заключается в том, что вы обесцениваете себя, свою личность, к сожалению. Можно ли и нужно ли с этим разбираться? Да, конечно. Работать, вот, ну, как бы с, там, самооценкой вашей? Можно и нужно, конечно же. Вот. Это все необходимое, ну, это все необходимая работа. Гармонизировать ваше отношение с, ну, вот, там, допустим, с вашим, ну, супругом. Так же, так же можно и нужно. Вот. То есть это во всех смыслах необходимо сделать. Вот. Потому что, если этого не сделать, то, ну, вот, условно говоря, ваш брак может распасться. Но, что еще более важно, так это, пожалуй, то, что вам как будто бы не интересна своя жизнь. Понимаете? Какая штука. Ну, вот, нет ощущения, что вам ваша жизнь, вам ваша жизнь интересна. Нет ощущения, что вы, ну, вот, эм, что вы своей жизнью увлекаетесь, что вы, что вы своей жизнью как-то вот, ну, живете. Да? Вот, нет в данном случае такого, такого ощущения. Его нет. Понимаете? Какая, эм, ну, проблема, скажем так. Вот. И, на мой взгляд, эм, вот эту проблему нужно решать. На мой, на мой взгляд, эту проблему нужно решать. Ну, по моему мнению, да, эм, вот, как бы в этом, эм, ключе, нужно работать и действовать. Вам. Вот и, эм, собственно, всё, что можно сказать, пока что. Эм, вот и всё, что можно вам дать, эм, в качестве, обратной, так скажем, связи. Эм, ну, потому что, вот, эм, в этом, эм, смысле, эм, работы Пеппа, на мой взгляд, именно по, такому, ну, по такому, эм, по такой схеме. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Ну, вот, я, поэтому, эм, мог бы вам, эм, ответить вот, именно, именно, именно так. Им, именно, эм, в таком ключе. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ, эм, был вам, эм, ну, полезен и интересен. Я надеюсь, что вам это было, эм, не бесполезно. Ну, вот, надеюсь, что вы сделаете для себя, эм, какие-то выводы. Вот. И буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это, эм, позволит вам начать, э, работу над, э, собой и, э, э, послужит, вот, э, ну, как бы, базовыми, э, постулатами для психотерапии. Ну, вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Любая проблема может быть решена.